Основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины 2006-2010 годов, Игорь Романенко присоединяется к нашему эфиру. Игорь Александрович, приветствую. Приветствую вас. Доброго утра. Игорь Александрович, вот новые поступления техники, теперь Ми-24, вертолеты. Насколько меняют ситуацию на поле боя? Они значительно, ну, в зависимости, конечно, от количества, состояния и, может быть, какой-то доработки натовской, то есть модернизации, если таковые есть, все это по совокупности увеличивает потенциал авиационной вооруженных сил Украины, сил обороны Украины. Ну, пока идут тут дискуссии, выработка, принятие решений относительно передачи базового натовского самолета, то поставки быстрые как самолетов советского еще времени и парка, так и вертолетов ударных, и там не только Македония, не только Ми-24, но и Ми-8 универсальные вертолеты, которые могут оборудоваться и в ударном варианте, и в транспортном. Все это нам необходимо уже сейчас, это можно, будет быстро осваиваемо, и даже там отдельные единицы, которые имеют небоеготовое состояние, их можно использовать в качестве запасных частей, то есть по совокупности и восстановлению боеготовности, главное уже рабочие и боевые, которые будут поступать, они усилят наши возможности, они необходимы уже сейчас, в общем-то, по большому счету, имея в виду наше проведение оборонительной стратегической операции на Востоке, но и тем более в ходе проведения код наступательных действий. Так что мы только можем поблагодарить соответствующие страны в принятии решений как можно быстрому их реализации. Теперь очень бы хотелось с вами поговорить, затронуть тему танков, которые Украина получает от стран-союзников. Британские танки «Челленджер» уже прибыли в Украину. Нет, нет, «Челленджер» только закончили обучение, а вот «Леопарды» уже прибыли. А вот пресс-секретарь Минобороны заявил, что «Челленджеры» тоже в Украине. Так, Игорь Александрович, у нас вот видите, да, возник в студии вопрос, так «Челленджеры» в Украине? Ну, с учетом времени, возможностей и гибридной войны, я скажу так. Отдельные экземпляры как «Леопардов», так и «Челленджер» вторых, «Леопардов» вторых уже в Украине, экипажи тоже. И, в общем-то, рассчитываем, что в ближайшее время, все-таки в этом месяце должны поступить техника батареи зенитных ракетных комплексов с ракетными, противоракетными возможностями, такие как «Петриот Пак-3» от Соединенных Штатов и Германии, а также «Сам-Ти» или «Мамба» от Франции и Италии. То есть время очень сжимается в условиях ведения оборонительной операции нашей на Востоке и подготовки к отнаступательным действиям. Поэтому это все очень кстати, но они должны поступить, их надо разместить, им надо адаптироваться к местности, получить задачи, да подготовиться уже в районах сосредоточения, понимать задачи. То есть это очень большой круг вопросов, которые сейчас приходится решать. Опять же, логистическое обеспечение и ударных вертолетов, и самолетов, и танков. Ну, это очень важные моменты. Конечно, чем больше было бы этой техники, тем выше потенциал, тем более вероятно успешные и эффективные действия наших сил обороны Украины. Однако, с точки зрения логистики, это требует новых непростых усилий в условиях, когда противник наносит удары с воздуха. Но все это двигается в нужном направлении. Далеко не за кораблем, а напротив в развитии событий, проведения контраступательных операций, которые были в прошлом году, имея в виду и Харьковскую, и Херсонскую. Игорь Александрович, ну, грубо говоря, сколько времени должно пройти от момента непосредственно поступления танков в Украину до момента их применения боевого? Вопрос ведь не только в танках. Ну, во-первых, надо вспоминать и говорить о том, что поступили боевые бронированные машины, поступили бронированные машины, в общем-то, в целом бронетехника. То есть мы теперь мельком рассматриваем, а что же должно входить по-крупному, такими мазками большими, в проведение стратегической контраступательной операции. И понимаем, что в условиях, когда это должно происходить на востоке, на юге, степи, значит, терриконы, вот к этим условиям наша пехота, которую мы очень ценим, должна действовать на боевых бронированных машинах. И они должны поступать, поддерживать на земле. Их должны танки с воздуха. Мы уже рассматривали с вами и самолеты, и, значит, вертолеты. И так вот, говорить о том, что, ну вот, танки зашли даже полностью, и уже как бы, это, наверное, не совсем верный подход. И корректный с точки зрения военной оценки ситуации. Надо говорить о том, что поступило весь комплекс боевой техники, необходимых для проведения этой операции. Это и средства противовоздушной обороны, это, значит, те же гаубицы от британцев, артиллерия пополнения. И впереди всего, конечно же, боеприпасы, которые необходимы для того, чтобы остановить наступательные действия противники, перевести их в оборону. И после этого, собрав соответствующий и подготовив стратегический резерв, начинать эти действия. То есть, возвращаемся к тому, что не только танками едиными. И в связи с этим понимаем, что даже если бы на 100%, а сейчас еще далеко не на 100%, зашли те же танки. Вот. И причем вопрос, зашли, а мы же какие-то, и, в общем-то, имеем свои еще предприятия, которые возрождаются не только на территории, и на территории Украины, вот в таких условиях обстрела. И работаем с партнерами, выпускаем боеприпасы. Фактически Укрпромпром заявил, что всю линейку советских боеприпасов, достаточного количества оружия, которые имеют силы обороны в Украине, уже, значит, освоили выпуск. Важнейший вопрос, потому что, значит, по миру их очень мало, где что осталось. И поэтому, в основном, как мы видим, помогает нам натовскими боеприпасами. Ну, не только, где могут, где выявляют, значит, в том числе и советскими, но в большей степени мы начали производство свое. Это важно и принципиально. То есть ответ такой достаточно широкий. Танки важны, танки нужны, и бронетехника, но они только будут решать вопросы успешные действия в выполнении задачи оборонительной стратегической операции и проведении как-то наступательных действий. Игорь Александрович, нашу беседу мы сегодня начали с вопроса вертолета в Ми-24. И вот предлагаю вернуться относительно того, что происходит в небе над Украиной. Появилась информация, что Россия обновила авиационный свой флот, который воюет в Украине и таким образом сможет укрепить якобы превосходство в воздухе. Речь идет о том, что часть старых самолетов, которые участвовали в боевых действиях в Украине, теперь поменены на более современные Су-35. Скажите, пожалуйста, насколько это серьезная проблема и как с этим можно бороться? Мы возвращаемся к тому, что Украине нужно дальнобойное орудие и снова-таки истребители. Здесь вопрос в том, что у них в наличии достаточно много летательных аппаратов, но не так много современные, к которым относятся Су-35, но они есть. Но по количеству подготовленных летчиков, вот их задействование, особенно до уровня, когда надо участвовать в реальных боевых действиях, значит, это количество ограничено. То есть есть еще самолеты, поэтому те, которые были там пошкоджены, то есть имели пошкоджены по-русски. Повреждения, повреждения, повреждения. Да, повреждены. Значит, были повреждены в той или иной степени, меняются для того, чтобы... Ну, в связи с тем, чтобы вообще увеличить этот потенциал военный, не получается, поскольку вот такого рода летчиков, и летчиков очень, в общем-то, непросто, и долго надо готовить. Ну, базово, если готовить, потом поднимать его уровень вывозки. Поэтому решается, вот из того, что имеется, значит, поврежденные выводятся, ну, мы знаем, причем не просто там СУ, а на всякий случай А-50, который был выведен из строя, и другие более, скажем, такие дорогостоящие летательные аппараты. Поэтому все, что есть, хоть какая-то малейшая возможность, они тут напрягаются, ищут варианты. То есть они понимают, что ждет их этап очень тяжелый. Я думаю, наши силы обороны, значит, помогут в осознании им тяжести этого этапа и достижения наших целей на этом этапе в этой войне. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, а как у оккупантов удается совмещать? Ну, то есть, с одной стороны, они перебрасывают сейчас на фронт танки 50-60-летней давности, а с другой стороны, на модернизированные самолеты пересаживаются. Самолеты модернизированные, то есть это, в принципе, более нового, так сказать, времени выпуска из современных. Где, возвращаемся к тому же подходу, где что есть какая-то возможность, они подскребают последнее. Ну, последнее, не последнее, но восстановление, например, как в крылатых ракетах, последних, более точных, они дорогостоящие, запчастей не хватает, составляющих, такие как калибры, как Х-101 воздушного базирования, по 40-50 больше пока не получается. Хотя переведено там на военное состояние предприятия военно-промышленного комплекса. Танки, значит, сказать, что только старое, нет, есть и новое производят, но Путин там сказал, ну, Медведев сначала полторы тысячи в год, а Путин потом его поправил, значит, 1600 за три года. Хотя, понятно, что врут оба. И в месяц у них пока получается, там, по 40, опять-таки, вот там не больше сотни, 50, не больше 50, то есть, опять-таки, где-то до 50 в месяц. Конечно, это не пополняется, учитывая того, что в одном угледаре, значит, было уничтожено около 150 единиц бронетехники, но генерал Мурадов на этом направлении не жалел ни людей, ни технику, пожгли наши, их очень много. В общем-то, чем и поплатился. Задачи не выполнил, то есть, они меняют этих генералов, там гибнут они, кстати, статистика такой, что в мировых войнах не было, что за год-то 20 генералов потеряли. Это говорит о уровне системы управления и действия высшего эшелона этого расчета в системе управления, он о многом чего говорит. В том числе и поставка вот этих старых танков с Дальнего Востока, уже 54-е, 55-е, до этого 62-е. Но что-то, конечно, немного выпускает и более нового. Там Т-90, которые наблюдались и уничтожались нашими силами обороны, как на лиманском направлении, так и на шахтяжском. Игорь Александрович, у нас остается не так много эфирного времени, но не можем с вами не обсудить ситуацию, которая происходит на украинском Донбассе. Вот давайте вот в этот раз остановимся на том, что происходит в Авдеевке. Вот появилась информация от Института изучения войны, что захватчики привлекли штурмовые действия в районе Авдеевки, опытных вагнеровцев. И в целом, что происходит вокруг Авдеевки сейчас, в эти часы, в эти минуты? Расскажите, пожалуйста, если можно коротко. Стратегический взгляд, что россияне, как в начале наступления на севере нашего государства в войне, так и сейчас на Востоке переоценивают свои силы. Поэтому распорошивают эти силы на большом протяжении фронта. В данном случае на Востоке 1200 метров не получается, ресурса не хватает. Поэтому попытались стратегически взять, как знамя поднять, это взятие на Бахмуте. И вот мы видим, больше солидара у них не получилось, наверное, вряд ли получится. Поэтому надо где-то что-то показывать. Солидар проварен. Углидар, я имею в виду. Углидар проварен. Солидар больше, значит, не получилось, чем в Бахмуте. Поэтому теперь новая попытка. Им показалось, что сейчас на текущий момент хоть одно место слабое, как они посчитали, это Авдеевка. И поэтому перекинули туда вагнерсов, сосредоточили там свои ресурсы и хотят хотя бы там показать какие-то результаты. Наш руководство это знает. На этом направлении отработали. Определенные силы резервные дают, чтобы как Бахмут устоял, так и устоит Авдеевка. Очень на это надеемся. Игорь Александрович, спасибо вам большое за важнейшую беседу. Все четко, все понятно. И говорим вам в очередной раз спасибо. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», замначальника Генштаба Вооруженных Сил Украины 2006-2010 годов, был в эфире телеканала «Фридом». Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем»